Ух ты, на связи. Итак, куда на сей раз закинула у нас дорога. А дорога нас закинула в штат Техас. Мы сейчас едем в направлении Сан-Антонио. Сан-Антонио, это, по-моему, если я не ошибаюсь, столица штата Техас. Вот здесь так все. По поводу жарка 93 градуса все. То есть не так жарко, как в Аризоне. И такие вот виды. Кстати, разрешенная скорость здесь 80 миль в час, но я особо не лечу, потому что смысла нету лететь. Вот, у меня разгрузка... Да, 249 миль. У меня разгрузка все равно в пятницу только, то есть послезавтра, поэтому смысла у меня лететь нету. Может быть, даже останавливаюсь, что-нибудь посматриваю, что-нибудь интересное, может, найду. Еще Техас большой штат. Считается второй штат после Аляски. И причем штат Техас, он имеет право, то есть при оформлении как бы всех документов о том, что штат Техас становится одним из штатов Соединенных Штатов, то был как бы обсужден момент один, то, что Техас может выйти из состава США, но просто выйти то он выйдет, и куда он денется. Да, с одной стороны будет Америка, с другой стороны Мексика. Вот. Я боюсь, что просто какая-то из стран завоюет это опять. либо надо тоже будет выплатить все федеральные налоги, всю федеральную стоимость, все федеральное имущество нужно будет как бы оплатить, которое находится в этом штате. Вот. А это не маленькие деньги. Поэтому даже если кто-то и хочет куда-то уйти из состава США и стать частью Мексики, то не получится. Потому что нужно будет выплатить огромные бабки за то, чтобы уйти. Ни у одного штата нету таких денег. Так что да смысл, но зачем Чехасу ходить, если его и тут неплохо кормят? Чтобы стать частью бедной Мексики? Техаса. Техас. Тексас. По-разному он называет Техас, Тексас. В общем, хоть так, хоть так. Техас. Техас граничит с Нью-Мексикой, граничит с Миссисипи штатом и граничит сверх, по-моему, с Иклахомой. Вот. Ну, там еще с Арканзасом может быть тоже как-то он там граничит. Ну, а с Южной как бы это граница с Мексикой. Вот так вот. Знаете, я всегда, когда смотрю на такие пейзажи, я просто удивляюсь и мне в голову не приходит, что где-то в этой стране есть такие города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, которые просто там, ну, не знаю, как сказать, дом на доме стоит, особенно в Нью-Йорк-сити. Здесь все зеленое, дорожки ровные. Бывают здесь свои проблемы, бывает, и в прошлом году в Хьюстоне в Хьюстон у нас проблемы были, да, затопило город Хьюстон очень серьезно, вот, поэтому сейчас стать из Хьюстона очень много топливных машин люди покупают, либо восстанавливают и продают потом, либо на запчасти используют. Вот так, так, так. А, начнем середа у нас 1 августа, кстати, да, последний месяц лета. честно, для меня какое-то лето палахманное получилось, знаете, я люблю стабильность, а для меня самая главная стабильность это стабильность на работе, стабильность заработка, вот, так вот, я этой стабильностью пожертвовал в этом году, да, решил попробовать найти что-то другое по работе, да, сначала это была перевозка машин, теперь вот это на Dodge Ram я работаю, вот, в принципе, что, ну, нормально, в принципе, нормально, на Dodge Ram мне нравится, нету никаких локбуков, нету ничего, то есть, вот, еду, у меня только в пятницу разгрузка, я, что, 60 миль в час еду, мне для экономии это хорошо, и, ну, или безопасности, вот, а вот этим браткам, конечно, надо поторопиться, потому что у них локбуки есть, у них есть 11 часов только, когда они могут ехать, что-то они оба пустые, наверное, загружаться, так, стоп, по-моему, в Техасе столица город Остин, а не Сан-Антонио, я перепутал, Остин это столица города, штата Техас, для столиц они выбирают поменьше города, чтобы, наверное, поменьше народу мешалось под ногами у всяких конгрессменов и депутатов местных, ну, может быть, это правда, на самом деле голова, когда не надо там тратить кучу времени для того, чтобы добраться до места работы, голова работает как-то получше. Кстати, российскому правительству надо об этом подумать, не переезжать из Москвы в Санкт-Петербург и Санкт-Петербург в Москву, а попробовать уехать в какую-нибудь Ярославскую область, либо Курскую область, либо в Курск, там, ну, в общем, я не знаю, в Ивановскую область, да, куда-нибудь в область уехать в Московскую область, вот. Конечно, это фантастика. Это из этой серии фантастика. Чтобы депутаты в России стали думать, как народу бы хорошо жилось, это фантастика. Да. Да, кстати, по поводу зим ничего сказать не могу. Сколько тут зим? Чего тут, кстати, вот так перевозят машины. Сколько там? Девятиместный. Девятиместный трейлер. Ну, это самый большой трейлер для перевозки автомобилей. Больше уже просто нету. Тоже поймите, что очень много времени нужно для того, чтобы загрузить эти девять машин. То есть, диспетчеру нужно найти эти девять машин. Это идеально, когда диспетчер находит загрузку либо разгрузку всего в одном месте. Это идеально, когда, к примеру, трак приезжает, какой-то дилер, дилер загружает его, либо, кстати, не вскочили, вы видите, с правой стороны, вот, либо там на одном аукционе, но обычно получается так, что когда, к примеру, грузят на одном, в одном месте, то цена чуть-чуть поменьше. Вот, но, в принципе, диспетчера понимают, что чуть-чуть поменьше, это, в принципе, нормально, потому что сколько бы водитель потратил времени на то, чтобы собрать себе машину, сколько бы водитель потратил топливо, чтобы это все сделать, геморрой, то еще тот, поэтому они диспетчера соглашаются на небольшое понижение, но лишь бы машины сбросить, либо забрать в одном и том же месте. Это еще ладно на трехместном прицепе с трехместным на пикап-траке, да, еще можно как-то заехать куда-то там, а вот на большом сэмми-траке не везде можно заехать и ну, это проблема. Субтитры создавал DimaTorzok